При выборе участка самым главным моментом был выбор коммуникаций, чтобы все коммуникации находились на участке. В данной ситуации, когда я приехал смотреть, после того, как уже начитавшись там отзывов про землю, про все там, что бывает, что нет коммуникаций, бывает, что газгольдер закапывают вместо газа. А потом люди удивляются, у них год газ был, а потом исчез. Но мне сказали, хотите копайте, хотите по соседям. Да, прошел по соседям, спросил, у всех есть. Сразу же на участке и вода, и газ, и, соответственно, дренажная труба проложена для установки септиков. Здесь все сделано. Все остальное уже устанавливалось. Септик, колодец, ввод в дом уже делался прямо с участка, то есть ждать ничего не пришлось. Септик и колодец были установлены, в принципе, в тот же год, когда был залит фундамент. Заведены они в дом, соответственно, колодец установлен, некоторые не устанавливают. Я установил для того, чтобы пока идет стройка, можно на зиму было перекрывать воду. Септик, он установлен, выведен в дренажную систему, которая в поселке находится. Пока на данный момент он заведен в дом, но разводка не сделана, то есть он, грубо говоря, установлен, но новый. Это, наверное, единственная вещь, которой я сам руку, в принципе, не прикладывал, да, то есть, потому что, если бы я делал земляные работы сам, я бы, наверное, устал немного. Подключением газа я занялся, начиная с июня прошлого года, начал тоже читать усиленные на форуме и видео смотреть, как люди что подключают. Ну, первое, значит, чем помог, прежде всего, ваш форум, я нашел человека, который мне сделал план участка кадастровый, да, и подготовил. Стоит это, в принципе, не очень дорого, все остальное я делал сам. Подготовка документов мне обошлась, наверное, тысяч 8 рублей за все. Все остальное мне повезло просто безумно. Мне подключили газ, в июне я начал, 10 июля или 20 у меня газ был закопан. Людям нужно было идти в отпуск, и вдруг меня срочно вызвали, у нас бригада уходит через неделю в отпуск, давайте мы вам прокопаем газ. И все, в течение буквально там одного дня они бегом-бегом прибежали, зарыли газ. Другие уже делают ввод газа в дом, это делается уже другой бригадой, и когда люди планируют подключать, они должны об этом знать, это будет где-то через месяц-два, да, там, грубо говоря. Все, у меня был ввод газ где-то в июне-в июле, после этого я занялся коммуникациями, уже разводил. И на пуск газа уже пришли ко мне, 10 октября газ был запущен. Предусмотрено отопление радиаторного типа, батареи везде стоят алюминиевые, были закуплены ни биметаллические, ни другие, потому что смотрел, опять-таки, видео изучал, говорят, что все нормально. В данной комнате, да, в зале нет никаких термоголовок, потому что датчик от термостата выведен именно в эту комнату, и температуру меряет он, и отключается отопление по температуре в самом большом помещении, ну, априори в самом холодном, да. Во всех же остальных помещениях установлен термостат, и они уже индивидуально регулируются у себя. Более сложных систем я не предусматривал. Предусмотрена лучевая разводка отопления, это называется коллекторная. Закупались коллекторы на каждый этаж, значит, к ним подводятся от котла отопления, идут трубы уже к коллекторам, трубы большого диаметра, там идут 32 трубы, металлопластик. Все это закуплено было через сайт Forum House с хорошей скидкой. Я сам забирал, ездил на склады, все это получал, оставил на сайте производителя отзыв. Пока за год нареканий, в принципе, никаких не выявлено, нигде никаких не протечек, ничего нет. Обошлось мне это, в принципе, ну, я считаю, что на дом 30 тысяч рублей за разводку отопления, да, ну, без учета самих коллекторов, да, то, в принципе, это очень недорого. В полу трубы разведены, у меня утеплитель положен здесь немножко с запасом, 150 миллиметров. 100 миллиметров постелено сначала утеплителя, потом разведены трубы, а уже вокруг них еще 50 миллиметров утеплителя, то есть они, получается, утоплены, стяжка будет сверху, уже на трубах, да, поверх, они будут достаточно с большим запасом заглублены. Прежде чем заняться отоплением, нужно заняться сначала расчетами. Я это сделал, пройдя обучение. Зимой в свободное, так скажем, от работы время я заплатил, ну, порядка 5 тысяч рублей за обучение. Учился дистанционно по интернету, не говорю, что я стал каким-то гуру в отоплении, но вот на такой простой проект, да, для дома мне хватило. По поводу котла отопления, был куплен, так скажем, еще в докризисное время, да, там, котел отопления. Он одноконтурный, турбированный, в нем трехходовой клапан и, соответственно, здесь будет позже подключен бойлер и горячая вода будет из бойлера, так как, ну, рекомендуют, что одноконтурный дольше проживет, получается, чем двухконтурный. Ну, приходится верить на слово, да, так как опыта у самого нет, но вот с чужих слов, так скажем, был закуплен такой котел. Что касается разводки в котельной, посмотрев видео, почитав на сайте, выбрал разводку медью, да, то есть, кроме того, что это не так уж на самом деле дорого, это очень интересно. Вот, был закуплен газ, там, горелка газовая, да, там, научился паять, соответственно, медь, и, в принципе, моя простая котельная, ну, спаял я ее, там, за полдня. Как показывает практика, экономия по сравнению с другими вариантами, даже на меди, получилась большая, так как фитинги стоят, соответственно, гораздо дешевле, чем фитинги других видов разводки. Единственное, после того, как я развел отопление, я сразу же утеплил все медные части, утеплителем для того, чтобы тепло не отдавалось здесь, а шло в комнаты. По поводу выхода дымохода, значит, он здесь сделан, так как котел турбированный, коаксиальный дымоход, он длиной всего лишь полтора метра, вывод сделан в стену. Ну, я, как человек первый раз это делающий, да, там, понятно, что у меня первый месяц лесенка стояла тут, я трогал стены, насколько он холодный, теплый, не загорится и все прочее. Ну, да, вообще не нагревается он, да, грубо говоря, труба холодная. Котел хороший, в принципе, куплен, обледенение, как пишут, ну, за зиму при самой холодной температуре была одна маленькая сосулька на нем висела, и та падает под собственным весом, в принципе, он себя оправдал, да, то есть не надо никаких лишних труб было делать. Вентиляцию в доме я изначально тоже хотел делать не сам, во-первых, она связана была с газоснабжением, потому что нужно, чтобы котельная, да, вентилировалась там, и это утверждать в газовой службе. Ну, опять-таки, выслушав о цене, сколько у меня попросили за каждую трубу, а их только с этой стороны четыре, и еще, грубо говоря, одна с другой стороны, подумал-подумал, почертил и сделал вентиляцию, в принципе, самостоятельно. Самостоятельно, значит, утвердил, съездил в газовую службу проекта, это мне обошлось вообще в проект утвердить порядка, по-моему, 6 тысяч, да, там полностью на дом. Вот эта большая труба, это выход из котельной, он сделан так высоко, потому что у меня большой угол, а расстояние от среза трубы до конька должно отходить под 10 градусов, да, поэтому она высокая. Все остальное, выходы вот эти вентиляционные, это наш советский производитель, вот, замена иностранным, да, и стоят они в сравнении очень недорого, порядка тысячи с чем-то, но, в принципе, они ничем не отличаются, я установил их самостоятельно. Что касается вентиляции внутри, я это подсмотрел у жестянщиков. Когда заказывал вот длинную большую трубу, при мне изготавливали людям вентиляцию, и, соответственно, они делали короб из жести и полностью утепляли, и все трубы запускали туда. Ну, короб из жести я делать не стал, вот, я сварил металлический короб из уголка, утеплил его, снаружи, значит, обшил мембраной супердиффузионной, и все и установил. А выходы, соответственно, уже зашли внутрь дома, да, на чердачном помещении. Сейчас подключены из них две трубы, которые по газоснабжению положены были, это, соответственно, в котельной и на кухне. Остальные трубы, выходы заведены, будут разведены просто позже уже. По поводу электрощитка, значит, пришлось, ну, во-первых, у меня образование первое было, да, по электричеству, вот, но так, чтобы ничего не напутать, я закончил курсы перед тем, как разводить проводку, получил, в принципе, допуск по электричеству, и уже после этого занялся разводкой. Применена разводка, в принципе, у нас здесь три фазы, получается, на дом. Разбил их на группы, каждая группа у меня посажена отдельно на автомат, отдельно освещение, отдельно проводка, плюс, так скажем, для людей, которые уже более взрослые, да, там, и сами будем когда-то в этом возрасте, применена схема, что есть неотключаемая нагрузка, есть отключаемая нагрузка, то есть она одним выключателем, уходя из дома, вот на выходе я уезжаю, поворачиваю рубильник, выключаю весь дом, остается только котел, холодильник и септик, и еще система управления котлом, которая сюда же в счетчик вмонтирована и управляется по телефону, это обыкновенный термостат, он подключен здесь в щитке, а выведен уже туда на котел. Для соблюдения пожаробезопасности уже моей личной, да, нигде нет проводки на втором этаже по деревянным конструкциям, а на втором этаже у меня сделан отдельный щиток, значит, здесь проводка также сделана все просто, здесь находятся три спальни, гардеробная и санузел второго этажа. Соответственно, чтобы не тянуть провода все снизу, кабелем большего сечения проложено все сюда, и здесь уже сделан, опять-таки, на каждую группу отдельный автомат, и, соответственно, отдельно сделано, кроме группового устройства защитного отключения, еще отдельное узо на санузел, соответственно, чтобы в мокрых помещениях защитить себя. Расход на отопление с 10 октября по настоящий момент, 26 марта, составил 1840 кубов. Это порядка 10 тысяч рублей, и то нету, да, где-то 8 с половиной, вот так примерно. Много это или мало, для меня мало. Знаю, что люди за электричество платят больше. Есть какие-то, да, там, сопутствующие еще риски, да, денежные, там. Я плачу за участок, да, там, в отличие от них. Но в сумме это все равно выливается дешевле, чем отапливаться другими видами. Ну и плюс, отопление у меня, в принципе, экономичное, оно управляется из дома, из дома в Москве. Уезжая, я ставлю меньше, да, приезжая, я добавляю отопление. Поэтому я и отказался от теплых полов, потому что это все-таки дачный вариант пока, да, вот, соответственно, поэтому такой выбор. Редактор субтитров А.Семкин